Итак, посмотрите, здесь есть удивительная вещь, которую наверняка ваш ум отметил. Рукминя говорила о любвейшей матери Дхарамы, а Кришна даже не упомянул её июль. Говорил о чистых предных по двум причинам. Как-то Рукминя ему сказала, глубина и могущество любви Шримати Радхарани к тебе такова, что ты до сих пор, только услышав её имя, начинаешь плакать. Слёзы заливают тебя, твою одежду, и я уверена, что я не могу дать тебе такой любви. По причине, чтобы не ранить сердце Рукминя, он не назвал имя Шримати Радхарани. И чтобы не плакать, он не назвал имя Шримати Радхарани. И третья, самая главная причина, ведическая культура настолько деликатна, что имя возлюбленной никогда не называется вслух. Помимо того, что Рукминя сыграла роль в явлении Господа Читария, сыграли роль Адвайта Ачария и Шива Сдхакур. Адвайта Ачария мы знаем, что он у Ганги молился, каждый день поклоняясь Божеству и умоляя Верховную Личность Бога не зайти сюда, не зайти сюда, чтобы спасти безбожных людей этого века. Шива Сдхакур тоже удивительную роль играл, он тоже воспевал и тоже звал. Почему он звал? Мы все знаем, что Шива Сдхакура — это Нара-да-муни. И когда в только что услышанной истории Кришна дал задание Нара-да-муни обойти всю Вселенную и всех оповестить, он попросил, дорогой Верховный Господь, я сейчас играю роль отреченного, на мне шафран. У меня нет дома, куда бы я мог тебя пригласить. У меня нет жены, которая могла бы готовить прекрасные блюда. У меня нет сада, где могли бы преданные отдыхать. Я тебя очень прошу, пойми, я сейчас просто бездомный, и мне он не нужен. Но сделай так, чтобы в твоих лили, как Господь читает Махапрабу, ты меня бы сделал грехастхой, чтобы у меня была жена, большой дом, куда бы я мог приглашать тебя и твоих преданных для возбивания, чтобы был огромный сад и чтобы был высокий и крепкий забор, чтобы никто из них не мог помешать нам наслаждаться лилами возбивания святого имени. Вот так оно и получилось. Кришна выполняет желания каждого, и отреченный в этом воплощении Нара-да-муни, в Панчататве, стал грехастхая Шривастхамура, который был большим другом Адвайда-ачарии, а не одного возраста. Иногда, правда, мы видим в спектаклях, что Шриваста показывают как молодого человека, он такого же возраста, как Адвайда-ачария, и Шриваст точно так же сыграл роль для появления Господа Читания Махапрабу.